Дай почитать. Гитлер, Пастернак, Арманд и Крупская, Тухачевский, Черчилль, ну а теперь и Николай Васильевич Гоголь. Книга, что так заинтересовала меня, сосредоточена на вопросах таинственности и загадочности таких произведений писателя Какви, Тарас Бульба, «Ревизоры мертвые души». Ви считается одним из основополагающих произведений в литературе ужасов. Тарас Бульба сыграл важную роль в становлении украинского националистического самосознания, а главный герой – образец настоящего рыцаря, защитника православной веры. Ревизор получил мировое признание и до сих пор не сходит со сцены «Мертвые души» – великая поэма в прозе. Вия Гоголь мастерски нагнетает напряжение с каждой ночью, которую Хама Брут должен провести у гроба паночки ведьмы. Истинно народный юмор только оттеняет весь ужас происходящего. Вия у Гоголя повелитель подземного царства, хозяин земных недр. Неудивительно, что у него железное лицо и железные пальцы. Хама Брут гибнет от страха, но сыной своей жизни губит нечистую силу. Тем самым Хама реабилитировался за свое мгновенное малодушие, пусть и посмертно. Тарас Бульба – это гражданин своей земли, произносит настоящий гимн товариществу и объединяет его с Хамой Брутом борьба против нечистой силы, против ищадий ада и против поляков. Все гибнут в этой священной борьбе. В «Ревизоре» Гоголь сам не верил в исправление. Он лишь надеялся, что пример Городничего и Хлистакова побудит зрителя тщательнее приглядеться к самим себе и попытаться по капле выдавливать из себя и Хлистакова, и Городничего. Главным стержнем мертвых душ стал Чичиков. И тройка коней, мчащих Чичикова по России. И предпринимательские способности главного героя. Но мы знаем, что одна из лошадей везет не туда, куда надо. То есть ход тройки боковой. И хотя мертвые души не были закончены, и сегодня они воспринимаются как некая энциклопедия отрицательных типов русской жизни. А уж по сравнению с бесами Достоевского, все они выглядят даже симпатичными. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай Город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!